всем большой привет сегодня я хочу снять заключительное видео по совместному проекту такие разные совы нет не потому что я закончила свою работу а потому что заканчивается сам проект точнее через несколько дней уже закончится и поэтому я спешу снять отчетное видео данный совместный проект организовала для нас ольга хобби арт мне очень-очень понравилось принимать участие в данном совместном проекте оля делать интересные совместные отчеты и это все как-то стимулирует на отшив хотя если вот так взять и в общем я мало месяцев вышивала я вступила на месяц позже и последние два месяца я вообще не вышивала но из-за ремонта ну в общем получается несколько три месяца была активным участником причем в эти три месяца я вышивала по нескольку дней вот так можно как бы охарактеризовать мою активность и что у меня получилось вообще что вышивала я напомню что я работала над наборчиком от кастом крафт такие раз такие разные совы вот совы совы в лунном свете вот карточка то что у меня должно получиться и вот она канва то что у меня получается ну почти нет половины здесь нет здесь у меня где-то одна треть работы примерно например на 1 треть работы вышита вы видите что работа идет в серо-голубых цветах но видно что получается очень реалистично очень красиво я специально показываю вам карточку показываю вам основу что получается как фотография очень красиво но вот эта вся красота дается не так то просто схема здесь она не сложная но над ней нужно работать это не такая простая схема знаете где там цвета грубками просто сидишь вышиваешь они здесь разбросаны по два по три крестика по два по три крестика и мне вначале сложно было найти какой-то способ как вышивать парковкой это очень было бы затратно в нитках ну а также я путалась при парковке потому что используются цвета которые отличаются буквально на тон очень близкие друг к другу так вот мои планшетки самодельные смотрите как я организовываю свои ниточки картонная обычная планшетка их обожаю приклеиваю сюда на двухсторонний скотч вот такие но никак поролоновые дал таки полосочки их кладут такой материал кладут в различные товары технику мы когда заказываем товар у нас там приходит много обычно этих штучек вот и я сюда также паркую иглу видны значки нитки у меня не никогда не рвутся очень для меня удобно вот и хотела показать вам цвета ниточек которые похожи могут быть но на камеру камера сейчас очень хорошо выделяет цвета и оттенки поэтому конечно они все хорошо отличаются но тем не менее когда идет общая масса можно и запутаться в каких-то оттенках вот может быть вот эти два вот этот с этим можно перепутать ну в общем то я путалась поэтому я решила что я буду вышивать по цветам и вышивала я по цветам в пределах трех квадратиков 10 на 10 высоту вот брала одну ниточку и полностью все значки на этих трех квадратиках я вышивала и также парковала ниточку вверх и вот так цвет за цветом значок за значком я потихонечку отшиваю отшиваю такие столбики столбиками продвигаюсь потом уже перекручиваю основу вот самым сложным моментом здесь являются вот эти вот совы потому что здесь намешано столько цветов что там ой-ой-ой а все остальное в принципе вышивается нормально я не могу сказать что какой-то хайет и прям так сложно нет просто к этой работе нужно приспособиться мне очень понравилось работать с этим набором я полюбила кастом крафт и у меня есть желание приобрести еще очень-очень много схем этой фирмы если конечно у меня это получится я делаю сейчас некоторые попытки но что-то как-то там все застопорилась и может быть и и не получится мне приобрести эти схемы и тогда придется придется искать какие-то другие варианты может покупать наборы наборы такие дорогие много не накупишься а вот если бы купить схемы было бы хорошо ну ладно будем будем посмотреть как говорится вот такие мои итоги в этом совместном проекте я очень благодарна оле за организацию этого совместного проекта и если бы воля еще организовал какой-то другой совместный проект любой я бы обязательно приняла участие абсолютно на любую тематику потому что наборов у меня много и каждой теме можно что-то подобрать вот но я не хотела так вот прям заканчивать свое участие без без какого-то такого итога и мне захотелось выполнить маленькую миниатюрочку ну чтобы сказать что вот и и я проучаствовала как-то активно в данном совместном проекте я выполнила вот такой вот маячок здесь у нас сова я не знаю вы узнаете что это сова это сова это сова это сова сета из из идеи схемы неокрафт совопад я искала схему в интернете но не нашла и это правильно поэтому я нашла фотографии в крупном плане и вышивала по фотографии я рисовала от руки схему сама на глаз подбирала ниточки поэтому может быть она у меня такая немножко несуразная очень яркая может быть она такая есть в общем у меня получилась вот такая сова она по схеме вот так вот летит вниз головой обалдевшая а с обратной стороны я выполнила листик это тоже из этой же схемы вот так конечно это полная авантюра я вот так взяла на глаз выбрала нитки и нарисовала там от руки какую-то начерикала схему принялась вышивать здесь очень много бэкстича потрачено было много времени на поиск схемы я надеялась может быть я найду ну в общем это было знаете такое приключение но в итоге я выполнила эту сову большим приключением было еще ее сшить потому что такой маленький плотный отрезочек в общем тяжело сшивалась тяжело она мне давалась эта подушечка и и когда я сделала петельку почему-то петелька у меня получилась тоже такая большая все завершающие действия я делала ночью может все в 12 может быть поэтому у меня как-то какие-то такие недочеты есть ну и в итоге я решила чтобы как-то закрепить эту веревочку не оставлять ее очень длинно я решила сюда пристроить бусинку искала я много разных бусинок хотела меньшего размера но по цвету они как-то не подходили а здесь желтенькая она вроде бы и глазкам подходит и к штаникам подходит и к листочку ну и я решила оставлю пока эту бусинку пусть будет ну а если я найду что-то получше ну пусть потом поменяю ничего страшного это такой маячок можно и на ножнички можно и на иголочки сюда припарковывать но иголочки мне жалко будет на ножничках вот такая интересная получилась штучка он у меня висит если честно на моей лампе там есть такие болтики крупные и он вот так у меня висит просто для настроения мне бы хотелось еще вышить две совушки которые также есть по этой схеме совопад ну тяжело с компьютера вышивать потому что все таки фотографии фотографиями плохо видно сколько каких крестиков нужно присматриваться нужно как-то увеличивать честно вам скажу это да такое занятие непростое ну я справилась мне кажется у меня получилось нормально такая веселая интересная штучка и вот можно сказать что и в этом совместном проекте у меня тоже есть какой-то такой результат вот такие у меня итоги получились спасибо организатору Оле спасибо всем девочкам за поддержку и хочется пожелать всем хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока неизвестно неизвестно что вы Продолжение следует...